Музыка Представить не менее важную силу работу в нашей Мугилевской области Это один из толпов, это Миша в нашей Мугилевской области Точно такой же по важности, не менее важный стол в нашей области Это вот Сергей Соловьев Те люди, на которых, скажем, прямо одержатся баклос силовой силы Сергей Соловьев Спасибо за представление, спасибо за ваше внимание Так, две темы сегодня у меня в докладе Надеюсь, окажешь полезен в чиноводном установке с этими темами Первая тема у нас работа с трехрамочными, разгонными, ульями В данном случае фирмы Лысой У нас в хозяйстве 150 таких трехрамочников Представляете, например, конструкцию? Или может показать, пояснить, что это, понятно? Хорошо Зимовало в прошлую зиму на 120, в эту все 150 прошло зимовку Уже третий год, три года прошло Вот здесь, кстати, взяли, перемещили Не моряки, но так как получим, если у нас на 2 минутки Это 13 апреля, мы отгружаем маток зимовалых ИО Абергана в полу, честно, Бента приехал забирать маток Прилетел до Москвы, потом ехал, он был в это, на Пет Проказывает того, чтобы видно было, как он обслуживается Потому что это один из тех моментов Щелк, обслужили, пошли дальше То есть быстрое обслуживание, быстрая работа Это мы еще успеваем поговорить, снимать, посмотреть Как проходит с ним обслуживание Но и здесь же такой момент, вот с этим обслуживанием Что больное место, я плюсы и минус у трехрамочника буду пояснять Больное место, я еще раз повторюсь Когда перерастает трехрамочник, это застройка его Он мгновенно перерастает Вот это слабое место, конечно, у трехрамочника Ну, с весны мы уже однажды были в этом улье Он легко вскрывается, работает, еще проблем нету Это около 13 апреля, в этом году, вы знаете, какая зимовка была непростая В этом году, правильно? И вот в этом году, в каком их был состоянии Примерно на поле То есть печатаны полестральные рамки Боковые рамки с открытым расплотом Который уже там в Коярде начали печатать Через три дня там и давал матку Они уже были в печатном расплоте и на кровящих рамках Но уже кормушечку до этого мы прокинули Зима, знаете, такая была С самых первых дней октября до марта месяца без облетных рим Даже, может, кто-то и не успевал облитет с этой зимой И расход корма по этой весне просто был не срезмеримый с обычной весной Вот Все, дальше можно посмотреть разборку нашу Значит, консультировав себя плотно еще перед подготовкой Вот этого уступления перед вами Андрей Буранович подсказывал У него таких 500 единиц в хозяйстве работает Так, пускай он мельче защиляет Мельче, да, у него запаска устрей всегда есть Но вот вместе с ним долю поперек мы выясняли Слабые места, сильные стороны, такому улья Зачем он нужен? Это действительно разгонный улей Не больше, не меньше Разгонный улей Что без ничего Сделать Силь Сильный пчет Ну, почти из ничего Значит, будут вглядывать свои пенсисы Первый плюс Такой милоформатный улей Необходим для интенсивного увеличения пасеки С минимальным расходом пчелиных ресурсов Это надо не всем Но кому-то Это действительно надо Растушщее хозяйство Или хозяйство Розведенческое Надо Минимум расхода При максимальном выходе Интенсивном Высокое КБД разведение Это тот самый случай Не знаю другого улья, который потребовал Меньшей затраты Затрат Мяса, если можно так выразиться Работать Да И Чуть Быстрое обслуживание На раз Щелк, щелк, щелк И не обслуживание Это не то, что там Магазины снимаешь, крыша Или перебираешь гнездо Выбираешь рамку Нет Он обслуживается четко, быстро Не запасливается обслуживанием И следить за своей работой Своевременно обслуживать Вот это же главный минус Своевременно его обслуживать Далее Как с ним поработать Магазины Чуть пересчитать Хорошая штука Это в первой половине августа Услови в Беларуси средней полосы В первой половине августа Или так сориентируемся За полтора-два месяца до безоблюдного периода Вот трехрамочник Делаем Один плюс два Одна рамка расплодная Центр С хорошей общиткой пчелы И две ващины И матка Если не плодная То чуть раньше плодная Можно и в пятнадцатом Даже до двадцатого августа Но начинается Работа уже с конца ИГ Делается один плюс два И это лучший Абсолютно лучший вариант Идеальный для зимовки Пока матка подсаживается Если там осторожно Выдерживаете матку Пока она подсаживается Начинает работать Но не забывайте Обеспечивать корму Нету приноса Потому что надо кормушку Надить Удобная кормушка Это для кормления Да? Отстраивается для ващины Матка защивает где-то в августе На две трети На всех трех рамках Выходит из центральной рамки расплод В середине сентября закормка Все Эту зиму Эту сложную зиму Таким образом сделаны единицы Они взяли просто идеально На ура Но весной опять Могут быть моменты Как только начинается закладка Начинается развитие Первая пыльца Это сердце семьи Три рамки Это самая середина гнезда Здесь нету Три-четыре рамки Сбоку Кормовых Или в магазинах Головой Нет Это именно Ущерцевина Поэтому Корма быстро Проедается И Может весной Понадобиться Эту приносу Судить за кормами Подкормка Корма контролируется Просто Уживание Ты идешь Раз Раз Очень быстро Понимание приходит Сколько можно вместить Это не проблема Еще можно В зиму Собирать Тупо Привозя Пачку Кошелки Или На месте Дробить щели На 3-4 части Полноценные щели Просто Разбирая их По трех рамочникам Полноценные щели Устанавливая Полоски Клеща И Все Но это Более Рисковый Вариант В идеале Пускай Где-то недели Раньше Более экономичный Вариант Более эффективный Для зимовки Это 1-2 на зиму Так Далее Зимуют они в них Клуб прижимается К передней стенке К передней части руля К боковым стенкам и передней Вот В этой зоне В этой зоне Чаще в нижней половине Где-то вот здесь Размером С футбольным мячиком Ориентировочно Клуб Он Прижимается к стенкам В дереве так никогда не прижимается И в дереве В такой кондиции Не нарастишь И не прижимаешь И не станет Так вот Это плюс пены Плюс этого термоса Далее Вопросы В ответ Подожди Потом Вопросы Наверное В конце Сейчас набросаю Картиру вам Ну и слабое место Мгновенно Пускай У него Более такой Слабый Защищенный Плачевный Вид В начале Сезона Но Обгоняет У основные семьи В какой-то момент К садам К одуванчику По Развитию По качеству Пчелы Он вдруг Резко Обгоняет Основные семьи Происходит Это потому что Видимо Ограничена матка Площади По яйца Кладки И если У него Настротермализе Он начинает Развиваться То Очень быстро Наступает момент Когда На одну Ячейку Вдруг Начинает Приходится Три Две Три Четыре Кормилицы И Пчела Получается Ну Учитывая У Здесь Опять Минус Что Надо Надуванчиком Успеть с ними Сработать Или Высадить Его И Тогда Он Будет К Концу Июня К Июня Либо У нас часто Дергаются Рамки Мы Зачем Мы И Дальше Размножать Увеличивать Еще Момент Такой Использовать Пакет На пчеловодстве К маю Месяцу Это Прочистки Пакет Два варианта Либо Пакет На высадку Трехрамочника У нас И в этом году Матка Нарабатывала Запечатали Пчелы Набита И Даже Три Рамки Печатали Хорошо Добавляем Или Прочистки Продажа Пакета И Дача Хвост Трехрамочный Это Наверное Все таки Проще При этом Можно Тут же Пакет Продавать Пакет Запечатали В хвосте Снова Готов Пакет Можно Развивается Пассивный Хвост С новой Маткой Он Прекрасно Будет Развиваться Даже Уже Наверное Утверждение Андреева Даже Интенсивнее Чем Та синяк То ли Это Качество Пчелы Неизношенной Пчелы Так сказывается То ли Матка Неизношенная Нисколько Не поработавшая Конца Но Можно Использовать Пакет Очередь Почему Мы на нем Остановились Вот Это Наша Деятельность Надководческая Селекционная При продаже Пакетов И Купи Содержания Батиста Которая Не раится Раньше Хочешь Не хочешь А треть Пасеки Висела По деревню И Увеличиваешь Пасеку Сейчас Что Если Не сделаешь Отводок То Пасека Не выраст Отводок Нужно сделать Никогда Не то время Не будет Приходится Делать Быстро Без Лишних Расходов И Эффективно В этом плане Мало чего Можем Заменить Шестирамочник Уже Требует Больше Жменьки пчелы Или Большего Расхода Живого Расплода Пчелы В то же время И шестирамочники Трехрамочник Они очень быстро Вырастают Перерастают И требуют Пересадки Дальнейшей Высадки Дальнейшей Работы Еще Кроме Восстановления Пасек И увеличения Чищенности Благодаря Матководстве Постоянно Надо открыть Расплод Держать В отделении В испитательнице С неполным Сиротением Отдельно Мулье Держать Но Насколько Четко и быстро Работаешь Трехрамочником Никакое Отделение Никакое Другой 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 Маток Другой Заказчикам их разорвали. Уже говорил, это отсутствие места для запаса, да? Поэтому, например, столкнулись с такой проблемой однажды. В прошлом году безжиточный период, июнь месяц, за неделю, они оголодали сразу. В 7 дней, и пчела начала шелестеть, и выиграть оттуда взрослого. Не важно было карлика или бакфаста, три рамки, это не проблема. Засеять весь мед, учтить на пчелу. Брат не привык кормить его в начале с ночи? Да, чтобы я летом пчелу кормил сахаром. Если не надо делать это, то это надо делать. Поэтому сейчас нужно не стесняться, спасать кого-то. В то же время, на взятке, если чуть сильнее семья, она может мгновенно залиться. В том числе и бакф. Пускай он старается его держать, но заливается запаса. Содержать их, либо приходится стартануть и высаживать, какие проблемы, понимаете? Либо постоянно с ним работать. Да, он выстреливает из-за чего, но он требует постоянно ответственного отношения, внимания, четкости на боте. И лучше его содержать, например, сладенькими единицами. Он выдаёт из телоид термоса и рамки запаса на склозном, иногда и рамки печатные, пчелу, и ресурс выдаёт. Так, ну и отлично он только перерос, значит он в потоле либо голодать, либо залиться. Андрей, опять же в своём хозяйстве, какой ещё элемент использования их? Он беря маток в удобное для себя время, в том числе и плодных, например, проводя своих или приобретая, так и мы делаем со своим материалом. Это можно рекомендовать как любителям немалых пачек, так и промышленникам, профессионалам. Создать минимальные единички у них для облёса и содержания маток. В нужное для себя время ты можешь либо взять эту матку, либо целиком стандартной рамкой отремонтировать с чем-либо какую-то. Кстати, туда этот охоток. Вот для чего, например, они могут служить для большинства пачек в нашем современном, в теперешних лет. Содержание маток в удобное время. Взял неплодку, дешевле плодные два-три раза, да? И, когда тебе удобно, помешал вопросы про середенческие наплатики. Ну, штука не дешёвая, это тоже проблема. Вот, мы рассказали, что мы сегодня взяли первые плоскости. Мы завершили очень, а так мы с туда же взяли. Нам проще. Хотелось бы производителям моменты некоторые указать. Поплотнее материал. У нас особо их не рыхли, проблем нет. За три года мы не начали потерь. Но те, кто купили нас туда же, где-то они были в России, то не наши, в полости. И вот, чуть рыхлее материал, а тут, знаете, здесь кормушки, могут начать по попытке у пчёл прогрызть изнутри. Кто-то даже говорил с кладбище мне, пирамусом, что и осы снаружи пытались прогрызть. У нас изнутри, из двух-трёх пчёл изнутри, из двух-трёх пчёл изнутри. Потому что вместо этого ложится на солому или влага. Поклёнка, скотчик, алюминиевый. И тоже, по-своему, такое примеряние. Лучше пускай производитель делает плотное изделие. Соблюдать плотность. Это наше обращение. Немножко несовершенная конструкция. Немножко можно додумать её. То есть в интелляционном отверстии. И он всегда открыт. В общем, да, круглый. Вот. Поэтому и так. В интелляции с ней. Мы вот такой подним. В своё время и в своём месте, когда они нужны, они сверх-эффективны. И в то же время, если это не такое время и место, они убыточные и имеют право на дорогие. Так что выбирать уже должны быть, когда вам они нужны. Нужны ли вообще. Вот что хотел сказать своим товарищам и вам, коллегам, по поводу эксплуатации такого изделия. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok